Я рад быть здесь, а особенно рад тому, что мне досталась эта тема. Я рад поговорить о том, как объединить христианскую веру с работой. Говорить я буду, не скажу сколько, однако всего времени не займу, чтобы оставить место на вопросы. Аудитория у нас довольно большая, и большинство из вас не смогут задать вопросы, но я все равно хотел бы их услышать. Например, если у вас на балконе будут вопросы, разницы нет. Потому что микрофон только вот здесь. И потому я предложу, если у вас есть вопросы, чтобы вы подходили сюда, пока не выйдет время. По сути, на тему того, как объединить веру и работу, церковь не так уж и много задумывается. Да, я буду цитировать слова богословов. Но по большому счету, по крайней мере в Америке, эта тема относительно новая. Вот вам пример, который я часто использую. Когда я начал свою церковь «Редимер» в Нью-Йорке, у многих из первых обращенных была работа, типичная для Нью-Йорка. В частности, один мужчина был актером. Он снимался в мыльных операх. И его каждый день показывали по телевидению. Он стал христианином и пришел поговорить со мной. Он сказал, «Я очень ценю уроки наставничества в нашей церкви. Они учат меня, как изучать Библию, как делиться своей верой и о подобных вещах. Но у меня есть вопросы о том, как быть христианином на своей работе. Ведь большинство времени я провожу именно там. Иными словами, 80% активного времени суток я провожу на работе. И мы поговорили. У него были вопросы на две темы. Первая тема – истории. По сути, актер рассказывает историю. Фильм или спектакль – это история. Он спросил, «Какого типа истории нужно писать христианскому автору? В каких играть христианскому актеру? Должен ли конец всегда быть счастливым?» Я ответил, «Наверное, нет». А почему? «Если почитать книгу Судей, и вообще в Библии найдется много историй, где конец не был счастливым». А, ну ладно. «Пойдут ли тогда любые истории?» Я ответил, «Наверное, нет». Нужно будет об этом подумать. У него была и другая тема – относительно актерской игры. Он сказал, что американские и британские актеры обычно учатся играть по разной системе. Американских актеров часто учат в системе Станиславского. Я спросил, «А что это такое?» Он ответил, «Если нужно изобразить гнев, нужно не просто его изобразить, нужно его почувствовать. Нужно вспомнить событие, которое вас разгневало, и разгневаться. Нужно не просто вести себя сексуально. Она полнится сексуальностью». Он добавил, что британская школа обычно делает ударения на другие аспекты. И еще он заметил, «Мне кажется, что американский подход может быть несовместим с христианскими принципами». Я подумал, «Наверное, это правда». И где-то посреди этого разговора, в котором я ему ни капли не помог, я неожиданно понял, что у меня, безусловно, хорошая богословская подготовка. Только научился я наставлять людей, вытягивая их из мира в церковь. Я видел в них духовную зрелость, когда они больше времени проводили в церкви, вместе со мной, их служителем, и меньше взаимодействовали с миром, со своими соседями, меньше взаимодействовали с обществом вообще, и со своим профессиональным кругом в частности. Когда они проводили больше времени в церкви, я считал это зрелостью. Но тот мужчина хорошо подметил, «Даже если я активнее участвую в церкви, все равно большая часть моего времени — это работа». Не выходные и не вечера, а работа. Особенно в городах вроде Нью-Йорка, где у людей часто и не бывает вечеров. Только работа и выходные. Я осознал, что не знаю, как наставлять людей во всех сферах жизни. Не только в личной жизни, а на каждую часть их жизни. Меня этому просто не учили. Даже сегодня материалов об этом немного. И потому каждый раз, когда поднимается эта тема, когда меня просит рассказать лекцию на эту тему, это помогает церкви стать компетентнее в этом вопросе. Однако нам есть куда совершенствоваться. Хочу поделиться с вами четырьмя пунктами. Можно сказать, четырьмя принципами. И еще одним. Принципами того, как Евангелие преображает нашу работу, наш повседневный труд. Четыре идеи и еще одна о том, как Евангелие преображает наш повседневный труд. Кстати, я не сказал бы, что все эти принципы одинаково применимы к каждому типу работы или профессии. Я расскажу почему. Но давайте разберем их по порядку. Первое. Христианская вера дает нам идентичность, без которой работа потопит нас. И вот, что я имею в виду. Кстати, этот принцип особо актуален для офисной работы. Если подумать, вы учитесь в университете, и потому большинство из вас готовится к офисной работе. Или уже ею заняты. Не все, конечно, но тем не менее. Что я имею в виду, говоря об идентичности? Дэвид Мартин Ллойд Джонс был медиком. Он оставил эту профессию и стал служителем. Однажды он дал лекцию, как он выразился об опасности профессий. Он сказал, что есть опасность в профессиях, вроде финансовых, медицинских, юридических и некоторых, связанных с бизнесом. И если в двух словах, то звучит она так. Он сказал, что знает множество докторов и медиков, на могиле которых, когда они умрут, нужно будет написать «Родился человеком, умер врачом». Этим он имеет в виду, что часто мы находим идентичность в профессии. Сначала мы человек, работающий врачом, а со временем просто врач. Мы таким становимся. Наша идентичность полностью завязана на профессии. На чем основана наша самооценка? Где мы находим свою значимость? Откуда черпаем самоуважение? В том, что я успешный юрист, или врач, или кто-то еще. Я освоил интеллектуальную профессию, помогаю людям и зарабатываю достойные деньги. Я уважаемый член общества. Родился человеком, а умер специалистом. Или родилась женщиной, умерла специалистом. Но вот проблема. Когда мы строим свою идентичность на своей профессии, то успех вскружит нам голову. А неудача разобьет нам сердце. Давайте разберем подробнее. Начнем с одного из худших качеств успеха. Если мы делаем работу своей идентичностью и добиваемся успеха на работе, этот успех кружит нам голову и разрушает нас. Почему? Когда мы слишком отождествляем себя со своей работой, то, испытывая успехи на работе, мы ощущаем себя не просто хорошим юристом, или хорошим врачом, или хорошим бизнесменом. Мы ощущаем себя хорошим человеком. Люди, успешные в своей области, начинают думать, что стали успешными во всех областях. Это случается сплошь и рядом. Я зарабатываю большие деньги, и потому знаю, какие философы глупцы, а какие нет. Нет, не знаешь. Но что тут сказать? Или вот пример. Вас не подвело чутье раз или другой, и вы заработали на этом 30 миллионов долларов. И то же чутье говорит вам, какому философу верить или на ком жениться. И вы склонны ему доверять, потому что 30 миллионов, то угадали. Но если бы ваш разум был нормальным, если бы ваше самовосприятие было нормальным, ваша личность и психология, ваша духовная зрелость, если бы они были нормальными, вы бы сказали, «Мне всего только повезло с деньгами, а во всех других сферах я не лучше никого другого, и мне стоит советоваться с другими людьми». Но если ваша идентичность основана на том, что вы успешный бизнесмен, вы начинаете ощущать себя экспертом во всех областях. И случится это может с каждым. Часто это искажает и наш взгляд на отношения. Мы женимся не на том человеке, нанимаем не того человека, дружим не с тем человеком. Мы доверяем своему чутью, потому что успех делает нас беспечными, делает нас надменными. Но есть и другая проблема. Когда наша идентичность основана на нашем труде, и дела идут не совсем хорошо, то это разрушает нас намного сильнее. Изматывает нас эмоционально. Вызывает у нас намного больше тревоги и опустошает нас намного глубже, чем должно. Работа просто работа. Это просто хорошо, так же и деньги. Но если мы не слишком успешны на работе, или у нас не особо много денег, это просто не очень хорошо. Но если они становятся нашей идентичностью, то на кону стоит уже наше достоинство, наша ценность. Пару лет назад в Нью-Йорк Таймс был человек по имени Бенджамин Нугент. Он был писателем, новеллистом. Он написал, почему ему пришлось перестать писать. Я процитирую его статью, но в одном предложении он подвел прекрасный итог. Он говорит, «Когда единственной целью моей жизни было качественно писать, я сделал качество своих трудов мерой своей ценности». Вот оно. Я сделал качество своих трудов мерой своей ценности. Потому я и не мог нормально читать свои произведения. Я не мог определить, хорошо или плохо я пишу свои труды, потому что отчаянно нуждался в том, чтобы они были хороши. Только тогда я чувствовал себя полноценным. Я утратил способность бодрого попрошать, насколько мне нравится то, что я написал. Я не различал того, что было на странице, того, что я хотел там увидеть или боялся увидеть. Слышите? Когда он сделал качество своей работы мерой своей ценности, это уничтожило его работу. Он нуждался в том, чтобы его работа была хорошей. Он не мог признать, что она не была хорошей. А когда кто-то со стороны критиковал ее, это его уничтожало, так что он сдался. Конец этой статьи немного смешной. Если коротко, он говорит, что осознал, что строил свое самовосприятие и свою самооценку и даже смысл своей жизни на своей работе, на своих трудах. Он решил, что больше так делать не будет. И вместо этого влюбился. Он говорит, что теперь эти отношения дают ему смысл жизни, который он искал в работе, и это намного лучше. Только это никак не лучше. Но это тема отдельной лекции. Если ценность вашей жизни в том, что о вас говорит подружка, как вы тогда выдержите критику от нее? Как сможете сами критиковать ее? Впрочем, я за ним не следил и не могу сказать, чем все закончилось. Но он хорошо подмечает суть этого первого пункта. Наша идентичность не может быть основана на наших достижениях. А именно такую идентичность предлагает христианство. Суть ее в том, что Дух Святой приходит в нашу жизнь, когда мы верой принимаем Иисуса Христа. И тогда, согласно римлянам 8, 15, 16, происходит примерно то же, что произошло с Иисусом, когда Он был крещен. Бог говорит нам, «Ты мое возлюбленное дитя, и я доволен тобой. Я люблю тебя не потому, что ты идеален, а потому, что я идеален. Не за то, что ты заслужил, а за то, что заслужил Иисус, не за твои труды, а за труд Христа». Кстати, это единственная безопасная идентичность. Если она основана на любви или на труде, даже на послушании родителям, или на принадлежности к нации или к племени, все это заслуженные идентичности, а не принятые. И только христианство предлагает идентичность, не основанная на заслугах, только если мы ее приняли. И действительно ею живем. Не просто теоретически. Только если наше сердце действительно глубоко прониклось этим, только тогда мы сможем пережить и успех, и провал. Успех не уничтожит нас через раздутую гордость, а провал через чувство неполноценности. Успех не утопит нас в чувстве превосходства, а провал в чувстве ущербности. Вот такой первый пункт. Он применим к любой профессии, но особенно к офисной работе. Все же наша цель — родиться женщиной, а умереть христианкой. Или родиться мужчиной, а умереть христианином. А не врачом, юристом или кем-либо еще. Во-первых, христианство дает нам новую идентичность, без которой работа нас утопит. Во-вторых, вера дает нам новое понимание достоинства любого труда, без которого работа нам наскучит. Это особенно касается производственных рабочих. А теперь подробнее. Мартин Лютер много учил о важности труда. И многое из этого учения было забыто. Не думаю, что церковь прониклась этим учением. Но он говорит занимательные вещи о труде, особенно в толкованиях псалмов. Например, в некоторых псалмах говорится, что Бог кормит все твари земные. И Мартин Лютер говорит, если вы сегодня едите еду, то это Бог вас кормит. Он кормит все твари земные. Но только пища не появляется сама на наших тарелках, так ведь? Откуда она берется? Кто-то вырастил ее, кто-то собрал, кто-то привез на рынок и так далее. И Мартин Лютер говорит, задумайтесь об этом. Тогда получается, что даже самая простая доярка занимается Божьим трудом. Потому что Бог ведь говорит, что именно от Него наша пища. Он кормит нас. Лютер говорит, что все, кто доит коров и возит молоко на рынок, это пальцы Божьи. Даже самая простая работа, если она помогает людям, это Бог заботится о Своем создании через человеческий труд. И даже самые черные виды труда, как, например, водить грузовик или подметать пол, если они помогают людям, то это Божий труд. Есть еще одно место, где псалмопевец говорит, что Бог укрепляет ворота города. В те дни это означало, что Бог заботится о безопасности города. Лютер говорит, это означает, что полицейские и законодатели и адвокаты, все люди, которые делают наше общество безопасным, чтобы мы не боялись ходить по улицах, это Божий труд. ведь это Бог укрепляет ворота города. Никогда не смотрите свысока ни на какой труд, ведь через него сам Бог заботится о Своем творении. Много лет назад мой учитель говорил мне, допустим, тебе нужно сделать уборку в доме, попылесосить, помыть посуду, навести порядок. Для этого ты или нанимаешь кого-то, или делаешь это все сам. Но если этим никто не займется, ты умрешь. Можно ли считать такую работу важной? Безусловно. Однако мы называем ее низкой. Уборщикам платят очень мало. А когда нам самим приходится заниматься уборкой, мы жалуемся. Однако так Бог заботится о Своем творении. Мартин Лютер говорит, что Бог ухаживает за Своим творением руками людей. Если это осознать, мы придем ко всякого рода выводам в культурном и психологическом плане. Очень важным выводам. Во-первых, мы живем в культуре, где превозносится высокооплачиваемая работа и работа, изменяющая мир. В разговорах с молодыми, извините, если вы тоже считаете себя молодыми, разговаривая с молодыми людьми, я часто слышу, я хочу изменить мир, ликвидировать бедность в Африке. Ладно, однако Мартин Лютер говорит, что и коров тоже кому-то нужно доить и в доме убирать. И такой труд в той же степени важен, потому что людям не выжить без него. Любой труд это труд Божий. Даже через так называемую грубую работу Бог заботится о творении руками людей. И если мы ею занимаемся или кто-то другой, то никак нельзя презирать ее или брезговать ею. Нужно уважать этот труд. И когда мы им занимаемся, и когда им занимается кто-то другой. Мы живем в культуре, в которой каждый хочет спасти мир и заработать при этом деньги. Мы смотрим на силиконовую долину, где люди перевернули мир и заработали несметное богатство. И все теперь хотят так же. Но это так недальновидно. Мало того, в подходе Лютера к труду есть еще одно прекрасное качество. Вера дает нам понимание достоинства любого труда, без которого работа нам наскучит. Большинство людей работают только ради выходных. Их работа не особо хорошо оплачивается, и мир от нее не меняется. Такого типа работу мы склонны делать только ради выходных. Кстати, Павел в 6 главе Эфесянам называет такую работу видимой услужливостью. Другими словами, делать минимум необходимого, чтобы только получить зарплату, а по-настоящему жить только в выходные и на каникулах. Вместо этого мы можем сказать «Я работаю для Бога, служу всему миру и делаю то, что Бог хочет сделать». Это наполняет наш труд достоинством, и мы становимся способны сделать его хорошо. И это будет последней частью этого пункта. Люди часто говорят «Я хочу, чтобы моя работа была отчетливо христианской, чтобы она выделялась». Это прекрасное желание. Я еще расскажу, как этого достичь. Об этом полезно подумать. Но подход Мартина Лютера очень помогает и с этим, потому что, по сути, он говорит, даже самая простая работа, если сделать ее хорошо, достигает именно того, что от нас хочет Бог. Так что, вот вам быстрый вопрос. Как можно по-христиански управлять самолетом? Допустим, вы христианин и пилот. Как вы будете делать свою работу по-христиански? Раздавать пассажирам брошюрки? Почитайте, пожалуйста. Нет. Управлять самолетом по-христиански — это успешно приземлиться. Это и есть христианский подход к работе. Особенно хорошо будет, если после приземления этот самолет снова сможет взлететь. Это уже почти совершенство. И подход Лютера к работе полностью основан на Библии. На том, что Библия говорит о достоинстве любого труда. И это намного упрощает нашу жизнь. Нужно просто делать свою работу хорошо. Делать ее с гордостью. Только не с превозношением, а просто наслаждаясь хорошо сделанной работой. Чтобы дом был очень чистым, а самолет приземлился. Работая хорошо, вы не только радуете Бога, вы и делаете Его работу. Третий пункт. Этика труда. Третий принцип. Евангелие дает нам моральные ориентиры, без которых вера совращает нас. То есть работа совращает. Извините. Проверю все три. Евангелие дает нам новую идентичность, без которой работа утопит нас. Евангелие дает нам понимание достоинства любого труда, без которого работа нам наскучит. И в-третьих, Евангелие дает нам моральные ориентиры, без которых вера совратит нас. А я что, снова сказал вера? Кстати, спасибо вам за то, что хихикали и потешались надо мной. Потому что без этого я не знал бы, что снова сказал неправильно. И по сути, в моем случае делать работу хорошо, это правильно говорить. И Евангелие дает нам моральные ориентиры, без которых знаете, что я и записал неправильно. Так что я просто читал свои заметки. Извините, исправлюсь. Давайте продолжим. Я живу в Нью-Йорке, и потому могу говорить только об одной конкретной области, о финансовом мире, потому что слышу об этом от людей. Значительное количество христиан, которые долгое время были частью финансового мира, говорят об одном факте, который нетрудно заметить. За последние 20-30 лет очень многие неофициальные нравственные привычки и обычаи просто пропали. Они говорили, что для владельцев бизнеса не было никакого правила, сколько денег можно было брать из компании и платить себе. Законом этого не было установлено. Не было никаких законов или правил, насколько открытыми нужно быть с клиентами или акционерами. Было множество неписанных нравственных правил о том, что будет справедливо и что будет честно. Многие люди скажут вам, что большинство этих правил просто ушли. Ими больше не пользуются. Правильным считается только то, что законно. В итоге развалился остов так называемого морального облика. Моральный облик это набор привычек разума и сердца, которые говорят нам. Делать вот так будет честно и справедливо. Это проявление внимания и беспристрастия, которые не требуются законом. Однако создают обстановку, в которой рабочие чувствуют себя людьми, а не просто инструментами. христианам нужно войти во все эти области, в которых исчезает моральный облик, где люди чувствуют это исчезновение, но у них нет способности сопротивляться, ведь они находятся под неимоверным давлением. Если помните скандал Уоллс-Фарга, когда миллионы сберегательных и кредитных счетов были открыты без согласия клиентов, чтобы собирать плату за услуги, произошло это по большей части из-за того, что начальство так давило на среднее звено, что тем необходимо было производить результаты просто, чтобы сохранить работу. Вот они и постарались подогнать показатели. Начальство сказало, может быть тут не все чисто, но так уж и быть, меньше знаем, крепче спим. Такая культура проблема ни одного банка, и даже не банковской системы. Христианство дает нам моральные ориентиры, которые помогут нам сопротивляться такому давлению. Говоря моральные ориентиры, я имею в виду способ обращения с людьми. Неимоверным свидетельством будет просто обладать этими ориентирами, даже под большим давлением отказаться от них. Расскажу вам пример, который я считаю самым ярким, самым заметным. Несколько лет назад ко мне в церковь пришла женщина, которая не верила в Бога. Я заметил ее, и несколько раз мы с ней разговаривали. Приблизительно на четвертый раз я спросил ее, «А как вы вообще узнали о нашей церкви?» Она ответила, «О, это целая история», и рассказала ее. Она работала на одной из главных телевизионных сетей. Ее повысили на довольно хорошую должность. И вскоре после этого она совершила одну очень глупую ошибку. Ошибка была такой серьезной, что она думала, что потеряет работу. Но ее начальник пошел к своему начальнику и сказал, «Это моя ошибка, потому что я плохо ее подготовил». Это было возможно и правдой, но ему все же здорово досталось. Начальство хорошо к нему относилось, так что работу он не потерял, но ему досталось. Он утратил ресурс доверия. Так сказать, социально-профессиональный капитал. Потом он вернулся к ней и сказал, «Тебя не уволят, не переживай. Давай разберемся, как избежать этого в следующий раз». А она посмотрела на него и сказала, «Не могу поверить, что вы ради меня так поступили». Он ответил, «Не переживай об этом». Она спросила, «Ну почему вы так поступили?» Он сказал, «Не переживай, я вижу, что ты талантлива и у тебя есть потенциал». Я не хотел, чтобы тебя уволили. Она же настаивала, объясните подробнее, ведь я в этой профессии уже давно и кое-что заметила. Мои начальники постоянно присваивают себе мои заслуги, но ответственность нести не хотят. Это такая работа, где вышестоящие присваивают заслуги подчиненных и всячески отталкивают их, используют их как ступеньки. Так принято. Это не запрещено законом, но все равно жестоко и бессердечно. Так что я часто видела, как начальство присваивает мои заслуги, но никогда мои ошибки. Почему вы так сделали? Он ответил, «Я и правда считаю, что у тебя большой потенциал, и не хочу тебя терять». Она возразила, что-то здесь не сходится. Одной этой причины недостаточно, почему вы так сделали? Наконец он и моя жизнь основана на том, что Христос совершил для меня. Он взял на себя мои ошибки, потому я и спасен. Когда я совершил ошибку, Иисус не отбросил меня, а пошел на крест, понес мою вину, и потому я стараюсь и сам так поступать. Я стараюсь принимать на себя больше боли, чем причиняю во всех отношениях. она посмотрела на него и спросила, а в какую церковь вы ходите? Что же это такое? Моральные ориентиры. по сути, я сказал бы, чтобы поступить так, как этот человек 50 лет назад, не нужно было быть сильным христианином, но сейчас это практически никто не делает без религиозной причины. Наша культура никак не поддерживает такое поведение. Четвертый пункт. Надеюсь, что записал его правильно. Четвертый и последний. Возможно, вы думали, что я раскрою эту тему подробнее, однако о ней я расскажу меньше всего. Евангелие дает нам новое восприятие мира, без которого мы станем служить своей работе, а не она нам. И вот, что я имею в виду. Когда мы окунаемся в деловую среду, то, копнув достаточно глубоко, мы сможем увидеть мировоззрение своей профессии. То есть большинство людей в этой области работают на основании определенного мировосприятия. Роберт Белла, автор книги «Привычки сердца», говорил о двух видах индивидуализма. Один он назвал утилитарным индивидуализмом, который полностью основан на соотношении затрат и выгод. Я так сделаю, если это будет выгодно. если потрачу меньше, чем получу, тогда сделаю. Белла назвал это прагматическим индивидуализмом. Я делаю только то, что для меня выгодно. А еще он говорит об экспрессивном индивидуализме. То есть чего бы это ни стоило, я должен быть самим собой. Я должен выразить себя, чтобы люди знали, кто я такой. Белла говорит, что в основном на экспрессивном индивидуализме основано искусство, а на прагматичном мир бизнеса. Если мы хорошо присмотримся, мы увидим, что в каждой сфере деятельности есть набор неписанных, негласных, невысказанных подразумеваемых ценностей, способов определить, что хорошо, а что плохо, что делать, а чего не делать. Основаны они на восприятии человеческой природы, на восприятии сути жизни. А люди с христианским мировоззрением могут в этих областях мыслить нестереотипно. В противном случае не работа будет служить нам, а мы ей. Человек по имени Макс Депри, глава компании Герман Миллер, которая производила мебель, был очень богатым человеком и обладал большой властью. Однажды он собрал христианских профессоров философии и сказал им, нам нужна помощь в том, чтобы работать по христианским принципам. Они ответили, правда? Мы-то думали, что цель бизнеса зарабатывать деньги. А он сказал им в ответ, «Деньги как дыхание. Чтобы жить, нужно дышать. Но кто захочет жить только ради того, чтобы дышать?» Я повторю эти слова. «Деньги как дыхание. Чтобы жить, нужно дышать. Но кто захочет жить только ради того, чтобы дышать?» Бизнес не построить без прибыли. Так что прибыль для бизнеса — это дыхание. Но как мы можем сказать, наш бизнес только ради прибыли? Это все равно, что сказать, мы живем, чтобы дышать. Он говорит, что да, прибыль есть. Я хочу знать, ради чего мы эту прибыль получаем. Для чего она нам? Потом он задал другой вопрос. Он спросил, существуют ли нравственные христианские принципы дизайна мебели? И есть ли какие-либо способы, которыми наша мебель может соответствовать Божьим планам на человеческую жизнь? Понимаете, что он делает? Думает нестереотипно. Он думал нестандартно. Потому что другие изготовители мебели делали бы точно то же, что и всегда. Но мы, христиане, можем задать довольно глубокие вопросы о своей работе. И почему мы ее делаем. А также для чего мы зарабатываем деньги. Заработок не может быть нашей целью. Точно так же, как и дыхание не может быть целью нашей жизни. И добавлю еще кое-что напоследок. В своей книге «Зачем работать» я уделил этой теме больше внимания. Помните, я говорил, что будет четыре пункта и еще один. Вот четыре мы уже записали. А вот и пятый, и это не совсем принцип. Евангелие дает нам утонченную надежду. Без которой, как я думаю, работа будет нас угнетать. Там я рассказываю историю, которую прочитал у Толкина. Это тот же Толкин, который написал «Властелина колец». Но писал он его много лет. И за этот период, где-то в 1940-х годах, у него случился застой. Он долгое время работал над своей книгой. Но все никак не мог придумать, что делать дальше. Однажды ему приснился сон. И на основании этого сна он написал рассказ. «Лист работы Мелкина». Или «Лист кисти Нигля». Этот рассказ помог ему разобраться с застоем. И он вернулся к работе над «Властелином колец». Это интересный рассказ о художнике по имени Нигль. Еще его называют Мелкин, потому что он вырисовывал все до мелочей. Однажды он представил себе дерево и решил нарисовать его. Если помню, на стене библиотеки. Или какого-то общественного здания в своей деревне. Он повесил на стену холст и хотел нарисовать огромное дерево. Однако шли года. А он работал так медленно, что в итоге нарисовал только один лист. А потом умер. Умирая, он думал о своей картине. Эта история немного сказочная. Так что забирать его пришла сама смерть. Он говорит ей, «Я не могу сейчас умереть. Я ведь нарисовал только один листок. Нужно нарисовать еще и остальное дерево. А у меня только лист». А смерть отвечает, «Извини, такие дела». Он садится на поезд и едет в горы. То есть туда, куда попадают мертвые люди в мире из этой истории. Неожиданно он видит справа что-то необычное. Он выпрыгивает из поезда, бежит на вершину холма, а там растет дерево. Именно то дерево, которое он воображал. Он смотрит на него и говорит, «Это дар». Что же пытался сказать Толкин? А вот что. Вот закончили мы колледж. И что дальше? Кто-то идет в уголовное право, потому что хочет видеть справедливость. Кто-то идет в градостроительство, потому что хочет видеть прекрасные города. Кто-то становится юристом, тоже ради справедливости. Кто-то становится художником, потому что у него художественное видение. За всю свою жизнь мы не произведем больше одного листка. У нас не хватит на это таланта. Да, и мир нам просто не позволит. Но христиане знают. Дерево существует. Видение, которое дал нам Бог. Прекрасный город, произведение искусства или справедливость. Все это Бог однажды осуществит. Мы на стороне победителя. Наше дерево существует. Так что даже если у вас выйдет только один листик, не переживайте, дерево есть. Это утонченная надежда. Ее достаточно, чтобы не сдаваться. Но достаточно и для того, чтобы не разочаровываться, когда мы видим, что не так уж и много всего у нас получилось. Но в то же время мы сможем работать с поднятой головой. Итак, это четыре принципа и еще один. Если вы хотите задать вопросы, на них у нас осталось где-то 20 минут. Если вы сидите достаточно близко к микрофону, или же если у вас такой характер, что вам не страшно подойти и задать вопрос перед парой тысяч людей. Не у каждого это получится, но вы знаете, кто вы такой. Так что подходите и задавайте вопросы. Я с удовольствием их выслушаю. Вы, наверное, очень популярны, потому что вам аплодируют. Пожалуйста. Во-первых, мы рады вас тут видеть. Но это не вопрос. Не вопрос. Как найти свой листок? То есть вы не видите своего листка. Не говоря уже о дереве. Нет, не вижу. Но хочу найти. Будет ли у вас какой-то совет, как его лучше найти? Есть пара мыслей. Присаживайтесь, расскажу. Три параметра. Склонность, способность и возможность. Запишите, а то повторить не смогу. Мне уже 66. Я уже забыл, о чем говорил. Способность, склонность и возможность. Кажется, в первый раз я их переставил местами. Способность – это то, к чему у вас есть талант. Склонность – это вещи, к которым у вас есть желание. Кстати, склонность без способности нехорошо. Знаете, таких людей, которые думают, что Бог дал им дар пения, только всех других оставил без дара слушания. Это люди со склонностью, но без способности. Но можно иметь еще способность без склонности. Есть и третий компонент – это возможность. А возможность – это когда мы стучимся в дверь, и нам или открывают, или нет. И только когда все три сходятся вместе, мы видим свое призвание. Например, у нас есть склонность. А люди говорят, что еще и способности. Но обстоятельства все никак не складываются. В таких городах, как Нью-Йорк, есть множество людей, и я думаю, что это нормально. Множество людей приезжают туда, чтобы построить свою карьеру. Может, в танцах, или в искусстве, или в чем-либо еще. И они знают, что актером становится где-то каждый десятый. В эти двери войдет примерно каждый десятый. А это рискованно. Так что некоторые решают. Я не хочу работу, где шанс только 10%. Я не хочу быть актером, потому что актером становится только каждый десятый. Я лучше пойду в бизнес. Почти все, кто идет в бизнес, работают в бизнесе. Если у вас есть сильная склонность и немного способности, то ищите возможность. И когда они сойдутся, вы найдете свое призвание. Если у вас есть и склонность, и способность, но Бог никак не открывает двери, то лучше поискать что-то другое. Однако нужно помнить, что так Бог направляет вас, а не расстраивает ваши планы. Если у вас есть склонность, но нет способности, и люди честно говорят вам, у тебя это не слишком получается, то думаю, что и тут стоит прислушаться к друзьям. Все три составляющих должны сойтись. Кроме склонности, способности и возможности, единственный совет, который я могу добавить, помните второй сегодняшний принцип. То есть, что любой труд, который помогает людям, это Божий труд. Я думаю, что существует опасность, особенно среди сегодняшней молодежи. Они ищут работу двух типов. Или высокооплачиваемую. Или же такое, чтобы она ощутимо изменяла человеческие жизни. Например, ликвидировать бедность в Африке. Хотя очень много простых занятий, если хорошо их делать, очень помогают окружающим. И Богу это нравится. Так что будьте внимательны, если вам кажется, что вас удовлетворит только захватывающая работа. А вы так терпеливо ждали. Я хочу спросить со всей возможной скромностью. Верите ли вы, что тело Христа, то есть Церковь, добилось результатов в плане идолопоклонства? Кстати, идолопоклонство какого типа? Власть, контроль, одобрение. А вы хорошо начитаны. Или ложные боги. Справляемся ли мы с ними? А второй вопрос. Что это говорит о Святом Духе и о наших отношениях с Ним? Понятно. Значит, вы перекладываете ответственность на Святого Духа. Впрочем, вам лучше присесть. Я думаю, что задав вопрос, вы можете просто возвращаться на место. А то я могу и долго говорить. Кстати, спасибо. Это прекрасный вопрос. Я бы сказал, что справляемся мы не очень хорошо. А причина в том, что Американская Церковь... Коротко расскажу о Церкви в Америке. Американская Церковь переживает нечто, что с ней никогда раньше не случалось. Она утратила культурное главенство и стала более второстепенной. Мало того, многие церковные доктрины демонизируются. И я считаю, что одна из причин этому — воля Божья. Это случалось и в прошлом, в Иудее и в Израиле. Об этом написано в книгах Царей и Хроник. Периоды неблагополучия обычно происходили, когда Бог пытался сказать, «У вас много идолов. Я хочу смирить вас, очистить вас». Я бы сказал, что в Церкви сейчас происходит что-то подобное. Нам нужно быть осторожными. Ведь Ассирию и Вавилон Бог тоже призывает к ответу за их поступки. Так что, когда Вавилон и Ассирия захватили Израиль, когда они, так сказать, наказывали Израиль, Бог сказал, «Это Я допустил из-за вашего идолопоклонства. Я хочу смирить и очистить вас». И даже когда это происходит, Бог не говорит, что Вавилон и Ассирия правы. Так что я сказал бы, что многие силы, которые действуют сейчас против Церкви в нашей стране, они не правы. Они делают множество плохого. Тем не менее, я считаю, что когда христианство отталкивается в сторону политически и социально, нам стоит принять это как вразумление от Бога. Признать, что и мы и правда сделали деньги и власть своими идолами. Мы сделали идолами любовь людей к нам. Мы не привыкли, что люди считают нас ужасными слепыми фанатиками. Так что я считаю, что нам нужно найти равновесие. С одной стороны, принять Божье обличение, а с другой стороны, сражаться за веру, а не просто покориться, будь то бы нападки на христианство, это нормально. Это непростой баланс, и я не думаю, что мы его достигли. Так что вкратце, я не думаю, что мы справляемся с идолами. И если взять церковь вообще, я не вижу на данный момент тесного сотрудничества с Духом Святым. Кто еще? Да, пожалуйста. Хочу сначала фото сделать. Погодите, вы хотите сказать, что не могли сделать фото оттуда? Я пробовал, но там были блики. Да, это блики от моей лысины. С предыдущим проповедником тоже было нелегко. Вопрос. Как молодому пастору не сделать своего служения мерой своей ценности? О, понятно. Я бы посоветовал 2 Коринфянам 12, 7, 10. Если хорошо помню, как раз об этом сегодня говорили в Часовне. 2 Коринфянам 12, 7, 10. Павел говорит о том, что когда с ним случаются неудачи, он считает, что так Бог пытается смирить его. И я считаю, что для человеческого сердца вполне естественно превращать любую работу в источник своей идентичности. Для пастора мерой ценности становится церковь. Помните слова Бенджамина Нугента? Я сделал качество своих трудов мерой своей ценности. Он был эмоционально привязан и не мог выдержать критики. То же самое случается и со служителями. И это очень соблазнительно. Потому что когда мы в служении, во-первых, мы не зарабатываем деньги, как в других профессиях. И потому ощущаем себя немного благородными. Я вот закончил не медицинский, не юридический, а закончил семинарию. И не пошел зарабатывать деньги, как выпускники других вузов. Это вызывает чувство благородства. И еще множество разных мелочей, которые дают нам причину считать себя лучше других людей. Вот, мол, я помогаю людям. Они приходят ко мне в слезах, и их жизни меняются. Мы можем сказать, подобно Нугенту, «Я сделал комплименты от своей проповеди мерой своей ценности. Я сделал количество прихожан мерой своей ценности. Я сделал суммы пожертвований мерой своей ценности. И каждую неделю я живу или умираю, когда подсчитываю количество прихожан или суммы сборов». И всем нам, служителям, стоит это признать. «Но мы никак не благороднее и никак не менее зависимы от своей работы, чем кто-либо другой». И в реальности у нас могут уйти года, чтобы осознать, точно так же, как те жадные бизнесмены, которые живут ради денег. Мы живем ради людей, которые подходят и говорят нам, «О, вы изменили мою жизнь». Это становится нашей идентичностью. Я меняю человеческие жизни. Это ощущение становится для нас важнее воздуха. «Нам, служителям, нужно быть откровенными самими собой». А Павел говорит, что единственная причина, по которой он не стал тщеславным и не сделал служение своей идентичностью, заключается в том, что Бог милостиво послал ему много проблем. Провалы, разочарования, неудачи в служении. И в такие периоды, вместо того, чтобы опустить руки, мы держимся за Бога. Он смиряет нас. И мы все больше и больше служим ради Бога, а не ради себя. Наибольшая проблема в том, что в начале служения мы всегда трудимся ради себя, как бы мы себя не убеждали. Извините за такую резкость и прямоту. И спасибо за этот вопрос. Он очень важен. Следующий вопрос, пожалуйста. И он, похоже, будет последним. Пожалуйста. Так что придумайте великолепный вопрос. Слушая ваши слова, моя грешная плоть реагирует мыслью. Супер. Достаточно просто нарисовать листок, и Бог будет доволен. Не добавите ли вы пару слов, как избежать беспечности? Добавлю. Это великолепный вопрос. Во-первых, тем, что ответ будет коротким. А еще и тем, что он подходит по теме. Скажу так. Есть чистые виды топлива, и есть грязные. Есть топливо, от которого мотор работает, но забивается. А есть такое топливо, которое не загрязняет мотор. Топливо, которое заставляет нас искать совершенство, потому что мы сделали свой труд мерой своей ценности. Иными словами, неверная идентичность. Это грязное топливо. Но мотор от него работает. Люди работают усерднее и дольше, потому что хотят добиться успеха. Вы же спрашиваете, есть ли у успеха чистое топливо, чтобы мы не были беспечными? Скорее всего... Знаете фильм «Огненные колесницы»? Эрик Лидилл был моим героем. И чем больше я изучал его, читал о нем, тем больше я убеждался, что он был настоящим христианином. Фильм «Огненные колесницы» вышел в начале 80-х. Так что люди постарше его, наверное, все видели, а молодежь, скорее всего, нет. Это фильм о шотландце, который родился и вырос в семье миссионеров. Он был искренним христианином, а еще хорошим бегуном. Если хорошо помню, он участвовал в Олимпийских играх 1921 года. Он был известен тем, что отказался бежать за бег на 100 ярдов, потому что его проводили в воскресенье. Хотя он и готовился к этому забегу, но отказался бежать в Божий день. Однако ему пришлось бежать за бег на 400 ярдов, к которому он не готовился, но золото все равно получил. Это прекрасный фильм. В один момент к нему подошла его сестра, Дженни, и спросила, «Почему ты вкладываешь сюда так много усилий? Разве не лучше будет быть миссионером? Мы собираемся поехать в Китай». Позже он туда и попал. Он смотрит на нее и отвечает, «Да, я поеду в Китай, ведь Бог зовет меня туда». Но еще Бог сделал меня быстрым, так что, когда я бегу, я чувствую Его радость. Он говорит очень занимательно. «Это мой дар». И я чувствую, что, когда я бегу изо всех сил, как можно лучше, это радует Бога, который дал мне дар бегать изо всех сил. Кстати, когда он бегал, это выглядело очень странно. Когда он подбегал к финишу, он поднимал голову. Он открывал рот, и это выглядело, как будто он славит Бога. Он делал так, и даже в фильме это показано. Если интересно, можете поискать ролики на Ютубе или где-то там еще. Когда он подбегал к финишу, когда выложился уже на полную, выглядело это так, будто он славит Бога. Похоже, что так он и делал. Он говорил, «Я просто хочу порадовать Бога. Я не хочу быть успешным просто ради золотой медали. Я люблю Бога настолько, что моя радость в Его радости». Кстати, когда вы любите кого-то так сильно, что ваша радость в их радости, я надеюсь, что каждый из вас это пережил, потому что в этом смысл жизни. Любить кого-то так сильно, чтобы ваша радость была в их радости. И вы могли радоваться только тогда, когда радуются и они. Именно так нужно любить Бога, осознать. Он радуется мне. Он дал мне этот дар. И потому, когда я бегу, я ощущаю Его радость. Вот это и будет чистым топливом. И это последний вопрос, на который я могу ответить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.